у меня вот такие вот нитки я уже начала вязание поэтому моток начат значит это такие вот я не знаю продаются они у вас или нет у нас продаются но если вы возьмете обычную текстильную пряжу трикотажную либо сделаете это из футболок все все будет в порядке будет точно такой же рюкзачок вязание мы начинаем из круга вяжем основу донышко донышко мы вяжем по видео которое сейчас здесь появится в подсказке в правом верхнем углу там подробное описание как вяжется круг вяжем круг из 11 рядов круговых далее переходим на другую нить моем случае это светло-серая на комбинировать цвета вы можете по своему усмотрению как вам больше нравится значит я прикрепляю эту нить и далее я вяжу столбиком без накида по кругу далее все вязание у нас будет столбиком без накида вяжем нитью другого цвета два ряда это я протяну вот отлично и продолжаю вязание то есть вяжу по кругу один ряд и второй ряд столбиками без накида провязала я три ряда столбиками раз-два-три вот смотрите и рюкзак уже принимает форму снова я меняю нить заканчивала сейчас покажу как обычно соединительным полустолбиком вот сейчас и уже новой другим цветом я вяжу петлю подъема и далее столбик без накида второй столбик без накида третий столбик я опускаюсь сюда то есть на два ряда ниже делаю протяжку такую и провязываю столбик вот эту петлю мы пропускаем делаю столбик без накида 1 1 2 3 и делаю протяжку снова вот он наш следующий под него и немного наискось из этой дырочки вытаскиваю ниточку провязываю вот этот столбик я пропускаю вяжу в этот в следующий раз-два-три видите получаются вот такие вот протяжки и снова вот она одна дырочка 2 под петлю и третьем чуть-чуть наискось вот в эту третью я делаю эту протяжку вот он далее снова эту пропускаю и следующий начинаю 1 2 3 и так до конца ряда по кругу до конца ряда вяжем довязываем до конца ряда провязали в круговую делаем соединительную петлю 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 подъема и далее еще круг 1 мы вяжем столбиком без накида провязала я еще один ряд всего бордовых рядов у меня два а серых 3 далее продолжаю вязать немножко подтяну вот продолжаю вязать серой нитью и повторяю то что я делала бордовая нитью и вам 3 3 теперь я одеваю сюда вот бордовую нить и протягивая делая протяжку эту петлю пропускаю теперь у нас смотрите 1 2 3 и этому вытягиваем 1 2 3 и вот в эту дырочку вытягиваем пропускаем этот петелечку вяжем 3 столбика 2 3 дырочку центральную вытягиваем вот так вот мы вяжем до конца ряда далее два ряда столбика без накида далее чередуем с бордовой нитью делаем бордовую протяжку она будет отсюда вернее из двух рядов вот видите два ряда протяжка то есть если у нас тут два ряда то у нас протяжка получается практически на стыке двух цветов то здесь вот у нас вот этот ряд будет как бы без протяжки протяжка начнется отсюда и вяжем далее очередь так провязала я высоту девчонки провязала бордовой нитью 3 раппорта то есть три раза дали продолжала просто серой нитью если вам скажу сколько у меня донышко ровно 20 сантиметров донышко узора у меня 13 сантиметров и 10 сантиметров серой нитью теперь беру маркеры и вот смотрите что я буду делать я не нужно разделить на четыре равных части делю пополам еще раз пополам помещаю здесь маркеры и сцепляю здесь то есть на четыре части я разделила дохожу до маркера делаю воздушную петлю из снимаю маркер эту петелечку с маркером я пропускаю и далее вяжу столбиком далее до следующего маркера вот она дырочка не вот не большая но нам вполне ее хватит для того чтобы продеть так провязала я от дырочек еще два ряда и теперь будем заканчивать вот они мои дырки два три четыре так теперь рабочие нити оставляю я не знаю где то давайте возьмем три длины как бы три объема сейчас я хочу просто закончить это все протягиваю через эту петелечку и затягиваю теперь просто через вот эти последнюю косичку я вот так вот сделаю такие протяжечки и такой как бы нежный ободочек по кругу вот так вот чтобы как бы было ощущение что работа у нас закончена нитки наверно я много оставила ну ничего то лучше чем завязывать узлы вот так вот по кругу я пройдусь и все доделаем дошла я до конца ряда смотрите еще сюда протяжку сделаем протянула изнаночную сторону и здесь и здесь затем в общем две длины две нашего вот этого радиуса достаточно нитки заготовочка наша уже готова вот она теперь далее рассказываю связала вот две ручки как бы длинные вот эти лямки и вот одну короткую такую ручку как их вязать будет вот здесь вот в подсказках видео есть отдельное видео в этом видео вот этот первый способ это четвертый способ вязания ручек так что перейдите по ссылке либо в конце видео будет ссылка на это видео и вяжите ручка сейчас скажу какой длины там подробный мастер-класс как они вяжутся кто смотрел те уже знают 90 сантиметров длинные по 90 сантиметров а вот это вот у меня 20 сантиметров так далее продолжаем теперь мне нужно как бы протянуть вот эти ручки чтобы визуально было видно одна дырка вторая дырка это одна ручка и одна дырка и напротив нее вторая где вот протянули так теперь смотрите я покажу как я затягивала здесь ниточку начало и конец от этой ручки просто протянула потом вот так вот с одной в другую сторону перетягиваем не остаток обрезаем теперь берем вот так вот как бы оставляем ниточку на весу и прямо под ней вот она здесь я захватываю эту петельку беру остаток нитки вот так вот немного оставляю потому что я ее потом протяну на изнаночную сторону и закреплю делаю цепочку из трех петель поворачиваю захватываю эту петельку провязываю столбик вот видите обрезаю нитку обрезаю нитку оставляю теперь продеваю сюда нашу лямку и на конце делаю узелочек так вот видите залезу оттуда достану эти ниточки и завяжу там тугой такой узелок чтобы она держалась так вот она так штук четыре завяжу что у нас было навечно так один фиксатор у нас готов то есть вот здесь вот мы можем корректировать длину этих лямок либо точно связать либо корректировать допустим еще один узел вот так вот сделать да то есть подтянуть и здесь делать узел такой тут будет весельки такие декоративные ну лямка тем в этом случае как бы укоротиться так одну мы сделали теперь делаем вторую точно так же выравниваем вот она наша петля захватываем ее берем нитку делаем 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 пропускаем и в следующую снова закрепляем делаем точно то же самое обрезаю вытаскиваем на изнаночную сторону там завязываем узелок так внизу мы сделали так вторую лампу я тоже продеваю сюда вот надо было продевать и перед тем как вы затянете потому что потом уже получается очень туго так готова пока готова теперь нам нужно решить вот эту вот ручку здесь вот для этого я специально оставила вот смотрите такие длинные ниточки чтобы я могла ими дальше работать чтобы не было узлов я могла работать вот смотрите приблизительно сейчас измеряем точно вам скажу от этой дырки три сантиметра ниже и тут где-то сантиметр между видите вот так вот и пришиваем нашу ручку прям хорошо добротно пришиваем таких старую сторону точно так же пришиваем вот здесь вот смотрим чтобы она была ровненько точно так же как это первая половинка так и последний штрите продеваем сюда так вот мы продели эту сюда в дырку вернулись сюда вот эту вторую сюда и вернулись сюда вот они вот это наша вот это а это наша вот это вот теперь возвращаемся в эту дырочку третью четвертую теперь вот здесь вот я дырки не сделала на центре я ищу середину вот она моя дырочка здесь можно сделать дырочки но так как я хочу чтобы она здесь была туго я их не делала я протянусь сюда там не нужно чтобы все было как бы свободно а здесь мне нужно туго поэтому дырки я здесь не делала по центру вот протягиваю сюда завяжу узелок вот теперь смотрим когда у нас сумка открыта мы ее закрываем вот так вот вот так вот она выглядит закрытая вообще в открытом виде вот так вот она выглядит закрытая надо подтянуть до максимуму до узелка вот так вот разровнять все хорошенечко чтобы можно было открыть не висят наши штучки закрываем чик чик раз-два и вытянули наш шнурок и все она держится потому что дырочка вот эти наши турки поэтому она будет держаться вот он наш рюкзачок с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока он Субтитры подогнал «Симон»